Солнечный свет Вероятно, вы знаете, что солнечному лучу требуется каких-то 8 минут, чтобы добраться до нас от поверхности Солнца. А как долго, по-вашему, длится путешествие этого луча от ядра Солнца, где он рождается, к солнечной поверхности? Фотоны возникают в результате ядерных реакций глубоко в ядре Солнца. С момента рождения каждый фотон движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, пока не столкнется с протоном, каждый раз меняя направление движения при ударе, подобно шару на бильярдном столе. Эти многочисленные столкновения очень усложняют и запутывают путешествие фотона. Насколько? Представьте, что вы вышли из дома и начали случайно блуждать от вашей входной двери с шагом в 1 метр в 1 секунду. Так вот, в этом случае вам бы понадобились миллион шагов и 11 дней только лишь для того, чтобы пройти 1 километр. Сколько же нужно фотону, чтобы родиться в центре Солнца и достичь нашей планеты? Ученые подсчитали, что для этого требуется 170 тысяч лет. Именно столько лет фотон, словно мячик из загадочного космического пинг-понга, двигался от центра к поверхности Солнца, чтобы потом за быстрых 8 минут долететь до Земли. Другими словами, фотоны, которые освещают наш современный мир, начали свое путешествие 2 ледниковых периода назад. Почти в то же самое время, когда люди впервые надели на себя одежду. И за сотню тысяч лет до того, как они стали делать первые рисунки. Не правда ли? Удивительная штука этот солнечный свет. И в какой драматической вселенной мы живем. Только представьте себе этот путь фотона. Преодолеть толщину гравитационного слоя 700 тысяч километров, это радиус Солнца, за 170 тысяч лет сложного движения от ядра к поверхности, чтобы вырваться на свободу, и преодолеть расстояние по прямой 150 миллионов километров, что в 200 раз больше, за 8 минут, что в 10 триллионов раз быстрее, чем его путешествие от ядра до поверхности Солнца. Чтобы потом этот фотон мог попасть в глаз смотрящего, чтобы принести красоту этого мира глазу смотрящему. Глаз обязан бытием своим свету. Геты. О взаимосвязи света, глаз и зрения говорили еще со времен Древнего Египта. Лучи твои создают глаза всех творей твоих. Малый гимнатону. И это мудро, потому что глаз это прежде всего светочувствительный орган. Но и на глубинном, архетипическом уровне у каждого из нас с детства заложена связь света и глаз. Душа соответствует Богу, как глаз Солнцу, писал Карл Густав Юнг в своем труде «Психология и алхимия». Дети иногда говорят, что Луна или Солнце смотрят на них. Когда моей дочке было около двух лет, она, показывая на Луну, говорила «Папа, Луна на меня смотрит». Удивительно, не правда ли? Как прекрасны оба ока Амона-ра, говорится в Иванском гимне, причем под очами Бога подразумевались Солнце и Луна. А древние греки пошли еще дальше. Они считали, что человек видит благодаря лучам, исходящим из глаз, как бы освещающим и ощупывающим окружающие предметы. В знаменитом диалоге Платона-Темей, например, повествуется, из органов Боги сотворили прежде всего светоносные глаза. Видеть как художник. Давайте от науки и коллективной истории вернемся к индивидуальному переживаемому. Есть еще кое-что очень занимательное, на что я хочу обратить ваше внимание. Солнечный свет тесно связан с насыщенностью цвета окружающего мира. И это то, что мы переживаем каждый день. Прямо сейчас, вне зависимости от того, где и в какую пору мы находимся. Чем больше света, тем ярче краски, тем богаче оттенки вокруг. И эта насыщенность постоянно меняется, потому что и освещенность это динамический процесс. Во-первых, день сменяет ночь в течение суток. Во-вторых, в течение года Земля то приближается, то удаляется от Солнца. Добавьте к этому погодные условия. Живете вы на севере или на юге? Находитесь ли вы в мегаполисе или на природе? Множество факторов и комбинаций, которые делают уникальным красочность каждого часа, каждого вашего проживаемого дня. Посмотрите на внешний мир. У вас утро или вечер? Солнечный или туман? В хорошую погоду в начале рассвета холодный синий цвет неба окрашивается красными и оранжевыми оттенками наступающей зари. Деревья и здания выступают из тьмы и по мере поднятия солнца в зенит постепенно наполняются собственными красками. В полдень цвета и оттенки окружающего мира достигают своей четкости и яркости. В это время можно насладиться богатством оттенков, например, голубого неба или зеленой растительности. Ближе к вечеру цвета окружающего мира изменяются в своей насыщенности. Цвет неба становится теплее, а тени становятся длиннее. А на закатном небе мы можем увидеть одновременно теплые красные и холодные синие оттенки. Лишенные солнца в плохую погоду, краски мира теряют свою яркость и контрастность. Серые пасмурные дни, говорим в таких случаях мы. Зимой, а также на севере, не только из-за того, что нет привычной цветущей зелени, но и по причине отсутствия солнечного света и короткого светового дня окружающий мир становится как бы монохромным. Хочется больше ярких красок. Психологи говорят, что в эти периоды люди особо уязвимы к депрессивным состояниям. Архитекторы северных регионов, зная это, новые районы и дома проектируют с цветными и яркими фасадами. Но и каждый человек может ввести больше колора, больше яркости в свою повседневность. Например, в свой интерьер, или гардероб, или аксессуары и так далее. Видеть как художник. Художники изучают, какие цвета использовать для того, чтобы изобразить различные времена года или времена суток. Давайте посмотрим картины известных русских живописцев. Обратите внимание, с каким мастерством они изображают солнечный свет, какие краски они используют, чтобы передать сезон или определенную погоду и так далее. Отметьте, какие сочетания красок вам отзываются теплом или наоборот прохладой. Что на ваш вкус вам кажется красивым и притягательным? И почему? Как вы видите, цвет и освещенность влияют на наши эмоции. Я приглашаю вас в исследование, из каких красок состоит ваш день. Пробудившись поутру, посмотрите на цвет неба, цвет деревьев, на то, что вас окружает. Когда наступит полдень, отметьте, как изменились краски вокруг. Возможно, стали ярче, контрастнее или по каким-то причинам нет. Наше путешествие продолжается и через несколько часов постарайтесь разглядеть, какие оттенки добавил наступающий вечер. Закат. Приятное впечатление для глаз. Еще один день нашей драгоценной жизни подходит к концу. Один день из 36 с половиной тысяч отпущенных нам, конечно же, при условии, если нам повезет прожить сто лет. Немного грустно, немного тревожно. Но хорошая новость состоит в том, что мы прожили этот день. Мы были в нем. Мы зарядили любопытством глаза и присутствовали к его краскам. Снова жадными очами свет живительный я пью. Если вы готовы устремиться глубже к изучению и исследованию красок вашего мира, я предложу вам порисовать. Готовы? Задание будет заключаться в следующем. В течение дня, утром, днем и вечером, сделайте по одной фотографии на ваш телефон окружающего вас пейзажа. Одну фотографию утром, одну днем и одну вечером. Включающие небо, деревья, большие массивы цвета, мелкие детали в данном упражнении нас не интересуют. На примере больших цветовых пятен мы пронаблюдаем изменение цвета в течение дня. Затем, в свободное время, взяв листы бумаги любого формата, красками или другим материалом, попытайтесь изобразить цветовую палитру вашего утреннего, дневного и вечернего пейзажей. Постарайтесь с мишением красок найти тот самый цвет, который зафиксировал ваш телефон. И повторите эту процедуру в течение, скажем, 3-5 дней, чтобы иметь возможность пронаблюдать динамику изменения цвета в зависимости от времени суток, погоды и так далее. Эта практика поможет вам еще лучше узнать, из каких красок состоит ваша повседневность, привлечет внимание к проживаемому дню, а также свяжет руки и глаза. Как у настоящего художника, руки будут учиться изображать то, что видят глаза. Я с вами прощаюсь, благодарю за внимание. Впереди нас ждут новые темы ярких красок на вашей жизненной палитре. Видеть как художник Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok